Всем привет, дорогие друзья! Это с вами мы продолжаем играть в горизонтального ноля. В этой серии мы посетим торговцев, посмотрим, может быть, мы что-нибудь получится обменять из того, что мы там нашли. А потом пойдем либо к Колину, либо к каким-то там красным хренасным чего-то там, где у нас погибла сестра второстепенного персонажа, который нам сейчас помогает. В общем, пойдем посмотрим, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А, коробка с особой модификацией. Можно обменять на тысячи, понятно. Сундучок, сборщик и грязная корзина. Маленький кусочек мяса. Пустынное стекло, сундучок-разбойник. Разбойник темный, старьевщик светлый. И что там? Допустим, купим по одной такой штуке. Речь, это у нас продавец коробочек. Так, продавец коробочек. И что у тебя, у продавца коробочек, есть? Так, это у нас предметы, сундуки. Мотать мне тут сундуков. Комплект собиратель деталей. Так себе. Собиратель деталей, базовые образцы, коробка с ресурсами. Такое. Коробка с ресурсами, коробка с ресурсами. Сундучок-старьевщика. Костистое мясо. Деталейческий расскок. 45, кстати, неплохо. Ехо-патрон нам дали. Ну, в принципе, почему бы, в общем-то, и нет. Значит, это у нас торгуют с особыми товарами коробки с наградами. Посмотрим, что у вас тут еще есть. Так, ты у нас кто? Сердце Лиходея, сердце Коршуна, сердце Бизона, щелкозуба, линзы Лиходея, линзы Ловча. В общем, этого можно надыбать. Только дорого, блин, зараза. У тебя что-то надыбывать. Ну, допустим, ладно. Есть минутка поговорить со мной. О чем ты хотел говорить? Ты же странница, да? Охотница? Я тоже таким когда-то был. Иногда я скучаю по ярким цветам диких садов. Кстати говоря, я хотел спросить, не попадался ли тебе один странный цветок? Он из железа, как машина. Другие цветы образуют вокруг чудные узоры. Такие цветы пользуются у моих клиентов большим спросом. Принесешь мне таких? Дам взамен кое-что ценное. Есть такие. Говоришь, ты был охотником? Вроде того. Аристократы любят украшать цветами свои балконы и сады. Взяв лук и копье, я ходил в походы. Я прославился тем, что выискивал самые редкие цветы. Ни разбойники, ни машины не могли помешать мне добытию. Что случилось? Случилась любовь. Моя лапуля волнуется, когда я ухожу. Теперь я скупаю цветы у тех, кто не скован узами. Не жалеешь, что вот так скован? Ничуть. Свобода сладка. Но объятия моей милой тиродины еще слаще. Лапуля. Железные цветы. Что это такое? Никто не знает. Говорят, они начали цвести 20 лет назад, когда машины обезумели. Может, они вырастают из слез солнца? Ведь у него много лиц, так ведь? Сегодня гнев, завтра спокойно. Может, оно плачет о нас, когда гнев проходит? Да. Наверняка. Давай же поторгуемся за эту... Ну и что ж ты мне хочешь, братишка, предложить? Так, значит, ты мне должен предложить обзорные точки, допустим. Древних сосудов за старежок, допустим. Жирное, сочное мясо и огнежар. Ну ладно, это все, допустим, довольно дешево было. Секолька металлических цветов надо 10. коробка с наградой кудива 1, 2, 3. То есть, у него три коробки. То есть, мне надо собрать 30 цветов. А, причем вполне себе конкретных. Таких у меня 4, таких не одного, а таких у меня один. То есть, у меня получается найти вообще все цветы. Создать занятие можно это то и сего. Не понял, я думал, что я приду обменяю цветы, а на самом деле получилась была лайка. Значит, цветов этих надо насобирать мое почтение. Значит, нам надо пройти отсюда прямо. Так, куда нам надо пройти? Да, туда нам надо пройти. Тому квесту. Значит, Мара создает одежду из деталей машин. Эй, дюжи, приключенцы! Здравствуй, странница! Я Вилгунт. Ты пришла сюда в поисках работы? Плачу щедро. Хватит на платье, которое я бы подчеркнула... Так, давай без этого. Понятно объясняю. Я просто хотел сказать, что такая ладно слепленная девка ходит любопытные слухи о лагере Банук. Якобы они приручили машины. Итак, я отправил ребят на разведку. Просто на разведку и только. эти Банук хитрые. Очень хитрые. Заплатил вперед. Ну, половину. И больше я их не видел. Ты хочешь нанять меня, чтобы я нашла твоих наемников? Этих я уже списал. Меня больше волнует этот слух. А что ты знаешь про Банук? Баба у них снежные ведьмы. холодный взгляд, холодные... Они поселились в мерзлом бануре в снегах. Пытаться с ними разговаривать это как лед колуном рубить. Зато с машинами им легко. Потому-то я и готов поверить в этот слух. Может, они не хотят, чтобы они узнали. Это их слава бескорыстных блаженных аскетов? Все обман! Да с ними сторговаться труднее, чем с морозом. Что тебе известно про этот лагерь? Те до тебя спрашивали только про награду. Ты смышленая. У этого лагеря нет названия. Он в горах среди вечных снегов. Говорят, банук там живут бок о бок с машинами. И те их не трогают. Якобы даже песни им поют. Если так, если мы узнаем их секрет, подумай, насколько ценно это знание для всех племен. Ценно в том смысле, что можно им торговать? Девочка, я ж не из соломы. А ты торговец, что ли? Где тогда твой товар? Я скорее следователь. Но ты же посылаешь вместо себя других. Ладно, скорее авантюрист. Нора, девочка, охотница. Мы живем в мире возможностей. Рискованных, конечно, но разве может риск отвратить таких, как я, от шанса обогатиться? Ладно, я скорее игрок. Если я соглашусь помочь. Тебе не нужно будет взбираться на самую вершину мира. Лагерь на границе земли Банук в тени лунной наковальни. А глядя на тебя, я вижу, что ты бывала на диком во... на востоке. Если это правда, что они без страха ступают среди машин, ну, ты это сразу увидишь. Плата по возвращении. кратковременное затишье. Так, а что у нас тут торговец с особыми товарами коллекционные предметы и... это где они? Это где-то вот здесь. А нет, вон там у нас торгуют с коллекционными предметами. Тебе нужны артефакты? Да, но не для себя. Король Солнца поручил мне наладить отношения с Банук. От имени Банук я ищу священные реликвии и возвращаю в Банук. Сейчас меня интересуют деревянные фигурки, которые иногда находят у наскальных рисунков. Если у тебя такие есть, я готова их приобрести. Расскажи мне о фигурках Банук. Эти фигурки из дерева вырезал Арнак, легендарный охотник, которого изгнали из Банура за убийство вождя. Он оставлял их рядом с наскальными рисунками в местах напоминавших о родине. Потом его признали невиновным. Племя считает его странствующим героем и хочет вернуть фигурки. Я помогаю им как могу. Если у тебя есть, я бы купила. Ты готова? Давай торговаться. удастся. 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 карта фигурки Банук есть. Подожди, я такие уже покупал. Металлические цветы или это какие-то другие? Не, наверное, я это уже покупал. Давай фигурки Банук, допустим, у нас пусть будут. прощаемся с тобой. Если найдешь артефакты Банук, приходи. Тебе там случаем не попадались реликвии Банук? Хорошо. Я приду, допустим. Допустим, я приду. Коллекционные предметы. Это у нас артефакты, а где-то здесь коллекционные предметы. Кто коллекционными предметами? Ты, торгуешь? Ну, что за коллекционные предметы? Грязный кусок смолы. Большая грязная корзина большая. Грязный кусок смолы. Понятно. всякая вот эта вот дичь можно купить, потом обменять, потом еще на что-то там дополнительно обменять. Короче, это тихий ужас. Ладно. Значит, у нас есть еще один квест. Еще один квест рядом с трофеями заходчих угодий. Что-то там еще. Ладно. Ну-ка, дай так вот обойдем. Обойдем сюда, обойдем туда. Так, ты у нас продаешь всякую вот эту вот фигню, да? Взрыв, прощак, арха, боевой лук, высокоточный лук, карха, тьмы. Вообще, конечно, хочется высокоточный лук, карха, тьмы. еще какими-то волшебными боеприпасами стреляет. Вопрос только сколько такие боеприпасы стоит сделать. Так, подозреваю, что очень много. Насчет брони хрен его знает. ресурсы у тебя только всяких патроны и прочая другая дичь. Ладно, допустим, это у нас еще один товарищ. Здесь нам дадут еще один квест. Это ведь о тебе авангард жужжит. Ясновидящее, которое выслеживает преступников. Ты не согласишься мне помочь? У меня прямо из дома украли меч моего брата. Расскажи про ограбление в подробности. Очень дерзко и очень умело. Он забрал только меч, то есть самое ценное. Вор вылез в окно и до смерти напугал моего ключника, но больше не оставил никаких следов. Зачем кому-то красть меч? Он бесценен. Изготовлен из полированного отростка копьерога, с узорным лезвием, со множеством самоцветов по всей... Ладно, поняла. Извини, ведь даже не в этом дело. Моего брата наградил им за службу двенадцатый король солнца. Брат погиб в ходе освобождения, и я берег этот меч для племянника, который прозябает в закатной крепости. Как твой племянник там оказался? Старые жрецы поддерживали безумного короля. После его смерти они бежали, страшась возмездия. Племянник был в страже при одном из жрецов. Ему пришлось бежать. Он теперь мой наследник, раз брат умер. Так что этот меч принадлежит ему. И я не смогу в глаза ему посмотреть, если не верну меч его отца. Я попробую найти вора. Можешь расспросить моего ключника. Он видел ворюгу. И вот что. Все чего я хочу вернуть меч. Меридиан, моя семья, мы все уже устали от кровопролития. Если меч вернут, я все прощу. Прошу, не нужно карать вора. Лады. Я подумаю, что можно с этим сделать. А пока мне надо найти. Так, вот с тем я поговорил. А вот с этим нет. Так, кто из вас торгует? ты у нас торгуешь, да, из охотчих угодий? Нет, не из охотчих угодий. Комплекты быстрого перемещения, сундуки боеприпаса, зараженные стрелы тут есть. Или ты из охотчих угодий? Нет, ты о чем поговорим? Ты странница, что хорошо, но ты нора, что конечно плоховато. Ты тоже боишься руин предтеч, как твои соплеменники? Нет, хотя руины опасны. Тогда ты могла видеть то, что я ищу. Не встречала ты необыкновенные сосуды, щедро украшенные символами предтеч. Они выглядят как полый цилиндр с ручкой в виде полумесяца на боку. Я с удовольствием отдам тебе любой товар за набор из четырех таких сосудов. Опять, блин, из четырех. А в каких обрядах их использовали? Я убежден, что эти сосуды применялись все вместе в наборе. Есть версия, что они были нужны для чайных церемоний или что их наполняли благовониями и священными маслами. Но я считаю, что эти сосуды использовались в ритуале бритья бороды. Один для воды, а другие для притираний всяких. Каждое снадобье в своем сосуде. И каждая наносится на лицо в церемонном порядке. Как это было величественно! Но в каком сосуде что? Я должен знать, нужно продолжать изыскание. А может люди из них просто пили? Пили? из такой утонченной посуды? Что за чепуха? Да-да, скорее, меня ждет работа. В общем, я понял. БКР США, стерлинг и Малкит. В общем, надо для того, чтобы что-то у них забрать, надо все это найти. Капец. отправляйся нахуй и непременно пошарь в руинах. Сильная и опытная. Да. М-да, так, ладно. Допустим. И у нас остается еще один квестец. Все, у нас остается еще один квестец где-то во внутреннем дворе. А как туда попасть? Где это вообще? Это наверху за мостом, да? Там где-то мост сверху. как бы не сверху, нам надо наверх. Ты нора и аноман скорбный. Жаль, что мы встретились вот так. Вот так? в горе. Твое у тебя в сердце. Как талисман. Постой, прости меня. Ты пришла не за платой за убитых родных? Нет. Я знаю про красные набеги, но мне карха не должны. Ясно. Ну, сейчас я не откажусь от помощи. И тогда уж точно буду перед тобой в долгу. Эти люди хотят почтить память родных, близких, своими словами, не бормоча молитвы Карха перед камнями Карха. Но есть препятствия, и в этот тяжелый час жреческие одеяния лишь связывают мне руки. Какие препятствия? Первый паломник Азирам. Он хочет посетить храм королей, что на пути в город. Но его не пускают. Старый жрец солнца не потерпит в храме иноверцев. Это Утару потеряла подругу на окраине Алмаза, где завод щелкозубов. Там возвели храм, чтобы отгонять машину. Только этим тварям на храм и плевать. А Банук хочет воззвать к духам машину, нарисовать знак на солнечном перевале. Не знаю, зачем их звать. Там и так коршуны летят на сияние шпиля. То есть в двух храмах надо перебить машины, а из третьего вытурить жреца? Я прошу лишь о том, чтобы их истории были услышаны. Наман обрядами и молитвами не вернуть мертвых к жизни. Нет, но по крайней мере можно помочь скорбящим найти себя, дать им надежду, силу и новый рассвет. не думала, что жрецы станут просить чужаков о помощи. Когда же наконец померкнет наша гордыня? Я не жрец, пока эти люди не получат своего. А ведь так мечтал носить красную мантию. Так стремился. Капюшоны нас слепят. Мы шепчем слова примирения, забывая о том, как жрецы старого короля благословляли убийство. Убийство? Красные набеги? Да. И последующие жертвоприношения. Почему жрецы благословляли кровопролитие? Увы, порой мы карха ставим древние традиции превыше справедливости. Может, карха и нора не такие уж и разные. Вы разочаровались в жрецах и все же стали одним из них? Храм всегда был для меня источником мудрости. даже голос брата, гулявший под сводами. Даже он не смог разубедить меня, уж как пытался, под конец. Сказал, в годы любви наши мантии были красные от кинвари, а теперь они красные от крови. Как это? Эти мантии наше наследство. Старые жрецы предпочли бежать, чем принять сияние нового солнца. И мы теперь носим их грехи. для меня эта ноша очень тяжела. Где теперь ваш брат? Надеюсь, ждет меня на тропе солнца. Он выступил против жертвоприношений, против воли самого короля солнца и понес суровую кару. Вы тоже потеряли близкого. Мне жаль. нет, не потерял. Когда я надел эту мантию, я обрел память о нем. Я постараюсь помочь скорбящим. Почтить их память важно для всех нас. Почтить память скорбящих. Значит, у нас остается теперь из того, что я не взял осмотреть место преступления. Это из того, что мы можем сделать прямо сейчас и потом можем отправляться куда-то дальше. Видимо, по второстепенным заданиям. Ну, давай осмотрим для начала место преступления. Надеюсь, что завтра недель у меня есть у солнца будет лучше сегодняшнего дня. Уи! Ты видел, как убегал вор? Я стоял спиной к стене. Совсем не ожидал, что кто-то может полезть из окна. Он был весь в сером, рванул мимо меня с мечом. Это все, что я видел. Клянусь солнцем, чуть сердце не лопнуло. Так, смотрите, место преступления. Мне надо, я так понимаю, внутрь, а не внутрь. А где мне надо его смотреть? Здесь? На, мне все-таки последует идти надо. Ну, давай, пойдем. я на верном пути. И тут тоже кровь. Вор сильно здесь все отобрываются. Никто-то наверняка видел вора. Тут никто не пробегал с мечом? пробегал, схватил кусок ткани с прилавка и бросился вниз по лестнице. Он был в крови, небось, рану хотел замотать. Проклятие, дорогая же ткань! Я столько выложила за повязку для вора. до подножья до подножья лестницы откуда? До какой лестницы? Какой лестницы он уронил? Лопотой? Звучит логично и лой. Никаких следов. Но кто-то же должен был его видеть. Так, кто же должен был его видеть? Ммм, давай посмотрим. Даже не знаю, к кому бы обратиться. Начнем с тебя. тут никто не пробегал с мечом в руках. Да, чуть не врезался в меня. Вниз по парапету и на подъемник. Тебе уже не догнать. Только он без меча. И в руках ничего? Да, ничего. Летел, будто зад подпалили. Значит, вор где-то спрятал меч. Но где? Может, у него сообщник? Меч вполне не нужно было спрятать водки у той парковки. Какому копцу? Назад, что ли? А, нет, все-таки к ней. Вор все-таки сбежал, но без меча. Думаю, он его где-то припрятал. Например, здесь. Что? Нет. Я тут вообще ни при чем. Я приведу стражников, мы перетряхнем твой ларек и допросим твоих покупателей. Подожди. Все не так просто. А тебе говорят, что ты как луч света во тьме, так что ты прислушаешься. Все так. Меч передали мне, а я передала его дальше. его продадут, но не для наживы. Мы помогаем нуждающимся. Ты думаешь, я в это поверю? Я докажу. Иди к водяной мельнице, там мои друзья. Они все объяснят. Если они тебя не убедят, веди сюда стражу. Я убегать не стану. Да и не помогло бы. Все равно найду. Ну ладно. Схожу к этой мельнице. Ну что? Значит мне нужно идти к водяной мельнице. Это куда? Японский бог. Ну ладно, давай сходим к водяной мельнице. Допустим. Смысл оставлять этот квест на потом никакого. Давай посмотрим, что там нам скажут друзья на водяной мельнице. Здесь что-то все какие-то точно средневековье. Это по идее должно быть средневековье. А как я туда пройду, простите? Где внизу вообще? Реально, а как туда пройти? это вообще что-то? Это лифт какой-то? Ну да, это получается лифт. Охренеть. А что происходит, простите? А, вот и лифт приехал. Нифига себе у вас лифтец. мощно задвигаете ребята, ну допустим. Не, серьезно у вас тут все устроено? Ну по крайней мере сейчас какие-то точки контрольные откроем. блин, там еще квеста. костер мы открыли, у нас здесь получается еще два квеста и дальше водяная мельница прямо за этой фигней. Ну давайте пойдем посмотрим, что нам по квестам дадут, наверное, для начала, а потом тогда пойдем к водяной мельнице. мельницей железо сюда и даем хорошую цену. Лучшие цены на детали подсенью плоскогорья. Мы добрые, не берем пошлины, не то, что эти сквалыжники наверху. Да не интересно девчонке про пошлины. Я лучше знаю, что ей интересно. Как я говорил, я даю лучшую цену за линзы щелкозобов. Могу поклясться. во имя солнца только на руку не плюй, охотница. Я извиняюсь за моего партнера, немого партнера. Немого партнера? Если солнце услышит мою молитву, забудь про линзы щелкозобов, охотница. Они ни на что не годятся. А вот за линзы долгоногов ты получишь от меня щедрую награду. Так какие... Что значит ни на что не годятся? Они хорошие, прочные. можно что хочешь склепать? Где мы по-твоему? На вшивом сельском базаре с опилками на полу? Это же меридиан, тут культура. А я культурный. Вот на днях смотрел испытания охотников. Великое солнце, даруй мне силу полудня. Солнце тебе башку спекло, если надеешься, хоть кому-то нынче толкнуть линзы долгоногов. Эй, о, солнце, я говорил тебе бесчетное множество раз. Изящные ремесла, это наша стезя. Изяществом войну не выиграть, и машины от ферм не отогнать. Что нам нужно, так это крепкий, надежный, простой... О, да. Крепкий, надежный, простой материал. Чтобы упаси солнце, не блестело ничего. Ну да, если б Карха сами строили себе подъемник, уж он бы у них блестел. Столько лет по руинам шаришься, а чувства юмора не мы не берем пошлин, как я сразу и сказал, раним. Просто скажите, что вам нужно? Линза долгонога. Линза щелкозуба. Ладно. Вижу, вы заняты. Постой, постой, ты ее спугнул. Линза щелкозуба, что скажешь? Я ее спугнул? Ничего себе, послушай меня, линза долгонога. Сотники, ловкачи, несите нам железо. Долгонога. Ох ты ж, простите. Линза долгонога, линза щелкозуба. Одна у меня есть, а вторая у меня получается нет. Ладно, это мы тогда отдадим им, когда у нас будут все линзы. Еще у нас здесь есть один квест, и после этого можно будет сходить на мельничку. Вы что, не собираетесь ничего делать? Расскажи, что с ними случилось. Может, помогу? О, солнце, я боюсь, они уже мертвы. Я сам чудом выжил. Машины, кровожадные машины в нашем поместье. Отец послал за помощью. Что за машины? Откуда пришли? Лиходей. Он прямо распотрошил охранников, и с ним была стая рыскарей. Король говорил, что больше не сможет защищать земли за пределами долины. Но такого отец не ожидал. Расскажи о вашем поместье. У отца десяток каменоломен. Все доходы он вкладывает в поместье. Ковры, деревянные панели, серебряные приборы. Я спрашиваю про людей. Ну, конечно. Главное, люди. Отец и сестра, а еще охранники и прислуга. Надеюсь, они уцелели. Пойду туда и поищу выживших. Правда? О, спасибо. Прошу, будь осторожна. Эти машины опасны. Лиходей это кто? Простите. Лиходей и Лиходеевич Лиходеев. Ладно, пойдем для начала доберемся до водяной мельницы. Посмотрим, что там за Рубин Гуды проживают у нас. Я не знал, что нора позволяется покидать их священные зяби. Я не спросил. Химпатичненько. Цветочки правда надо собирать, пока мы тут ходим. потом себе какое-нибудь куплю обмундирование нормальное. Тогда буду сразу. Я так понимаю, мне надо еще полный комплект всяких броней к собой носить на все случаи жизни для того, чтобы сражаться со всякими уродами. по факту всех кроме боссов можно как-то валить из условного далека. С боссами такой фокус не пройдет. фокус меня предупредили о тебе. Ты ищешь ответы. Ну, все довольно просто. Мы берем ценные вещи у тех, кому они не нужны, потом продаем их, а выручку отдаем бедным в закатной крепости. То есть вы воры? Можно и так сказать. Воруй ему свиней, которые веками живут у корыта. Раван не похож на свинью? Да он такой же, как и все они, упивается своим богатством, пока низкородные страдают. А кому именно вы помогаете? Не этим сволочам в крепости. Мы стараемся, чтобы у бедолаг в сумраке было что поесть и чем замотать раны. Они ушли на запад не по своей воле. Уж поверь, я знаю. Мою жену заковали в цепи с прислугой и увели силком. Они умерли от голода на этой цепи. Мне жаль. Мне тоже. Где сейчас меч? У нас. Мы его еще не продали. Ну и что прикажешь мне делать? уйти? А давай ты нам поможешь. Я слышал, что ты хороший следопыт. Мой партнер Нассан пропал рядом с выжженным берегом. Вез в закатную крепость немалый груз продовольствия. Найдешь эту игру, поможешь многим. Я подумаю, но ты должен вернуть меч Равану. Знал, что ты это скажешь. Ладно, вернем мы ему меч. Нассан ожидали в старом лагере на развилке у выжженного берега. Начни искать там, но осторожней. Там полно машин, а еще полно кархать мы. Я имею ввиду не страдальцев, а их мучителей. вчера вечером увидел двоих, которые в общем арестовалась за нарушение порядка. Доберитесь до развилки. Ох ты что? И те же пассатижи нету. Туда мы не пойдем. Туда мы пока что не пойдем. Так, нас тут почтить память павших есть. спрос и предложение вернитесь к торговцам. Это когда у нас будут. У нас сейчас только частично есть то, что мы можем им вернуть. Добудьте линзу долгоног. Ладно, линзу долгонога мы, я думаю, что добудем. Но тут помимо всего прочего... Так, а кому мне еще надо помочь? Что-то всем надо помочь. Это огромное количество всякого. Находчив годе великом русле охота. охотничьего годе наверное тоже надо будет пройти, но чуть попозже может быть. Еще бы добром добраться. Учитывая то, что мы теперь можем телепортироваться бесконечно, мы заодно можем там металлический цветок подрезать, я так думаю. Нам же они в любом случае нужны металлические цветы для того, чтобы потом их на что-то обменять. Насчет древних сосудов, которые нужны здесь, тоже непонятно. что у нас тут еще остается? Да что-то только в принципе не остается. И одинокая скала это у нас месть дочери. В общем ладно, на следующей серии тогда пойдем по всем вот этим злачным местам, пройдемся, посмотрим, что у нас там будет. Но на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо ребят за внимание, удачи и всего вам доброго. Спасибо за просмотр, если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.